Проведение спартакиад для детей дошкольного возраста в Ленинском районе стало уже традицией. В этом году она проходила на спортивной площадке школы номер 9. Команды, красочно одетые, каждая со своей символикой, прошли в торжественном параде. Возглавили колонну тренеры спортивной школы Олимп. Сегодня замечательный праздник. Все, что начинается с детства, начиная с детского сада, это все, что закладывается в физическое воспитание, в данном случае физкультура. То есть все упражнения, касающиеся бега, прыжков, координации ловкости, быстроты, все закладывает воспитатели детских садов. А все это остается в будущем, это как база закладывается. И здесь это видно наглядно, кто хорошо это делает, кто плохо. В дальнейшем мы уже смотрим в спортивных секциях, мы уже дальше развиваем эти вещи. Чтобы стать участником спартакиада, ребятишки готовились, тренируясь на каждом спортивном занятии. Подготовили они и стихи к этому мероприятию. Чтобы победы нам добиться, нужно честно потрудиться. И, как правило, все знать, их отлично выполнять. Главная наша цель – это заинтересованность всех нас в здоровом образе жизни, в правильном воспитании, конечно же, стремление к победам. Что приятно, мы всегда видим заинтересованность наших детей, а здесь родители, они не готовы уступать и до конца, как говорится, идти до победного. И взаимно с детьми идти к тем вершинам, которые, конечно же, перед собой мы ставим. Несколько эстафет включала в себя спартакиада. Сотредоточиться нужно было и детям, и родителям. Страсти кипели нешуточные. Болельщики, бабушки, педагоги, воспитанники детских садов, городских и сельских поселений района переживали и радовались за свои команды. Как могли, поддерживали их. А родители детей, участники спортивного состязания вновь ощутили себя юными. Я родился в Советском Союзе, вот этот дух соревнований соперничества до сих пор живет, как воспитали с детства. Так вот не могу любые, даже самые простые соревнования, и переживаешь, нервничаешь, как будто бы чемпионат мира минимум. Спартакиада была посвящена 50-летию города Видное, который для многих, тех, кто не так давно живет в нем, стал уже родным. Городу желаем развития, удачи, чтобы процветал город наш, становился лучше, краше, и все были здоровы и счастливы. Самое главное, чтобы городу удалось сохранить лицо. Мы не так давно переехали в город Видное, и он очень привлек наше внимание именно своими вот старыми улочками. Заключительный эстафет и салют, когда надувные цветные шары взмыли в небо, закончилась спартакиада. А затем, пока судейская коллегия подводила итоги, все присутствующие включились в проведение веселой зарядки. С праздником вас! Здоровья вам, ребята! И мы надеемся, что то, что вы так рано начинаете заниматься спортом и физкультурой, поможет вам в будущем, поможет вам быть организованными, сильными, смелыми и достойными гражданами нашей великой страны – Россия. Праздник продолжился вручением командам медалей, грамот и подарков, а победителям – кубков. Первое место в этом году завоевал детский сад номер 41 «Радуга». Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.